Город Электросталь, восточная сторона, находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах. Электросталь замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! 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 Здравствуйте, уважаемые друзья! Учитывая последнюю ситуацию с прорывами ЖКХ в теплоснабжении и поставке электроэнергии в Подмосковье, и не только в Подмосковье, но и в других регионах, можно подвести такой итог 32-м годам существования Российской Федерации с момента, как был уничтожен Советский Союз Беловежскими соглашениями. А вывод такой. Реальный прорыв, который был достигнут за все это время, это не прорыв в ЖКХ, в экономике или в оборонке. Это прорыв в отуплении населения и превращении их в законченных холопов и рабов. Наверняка вы многие видели видео, которое вчера распространялось в телеграм-каналах. Видео о том, как жители электростали, которые уже месяц мерзнут в своих квартирах, а температура в некоторых домах составляет, достигает, вернее упала до 8 градусов. Вы представляете, месяц такой ситуации, и жители электростали развели костер на улице во дворе и греют руки, протянув их вот так. Странно, что не так. Потому что, например, жители Селятина и жители других подмосковных городов записывали видеообращение «Путин, помоги!», но единственный прогресс, который я лично заметила в этих видеообращениях, заключается в том, что жители не вставали на колени. Но, возвращаясь к прорыву в отуплении населения, это действительно прорыв. Потому что, что сделали с нашими людьми, как они докатились до такой жизни, до такого состояния, до полного отсутствия уважения к себе, до полного отсутствия чувства собственного достоинства. И это народ-победитель, друзья, которые в 45-м прогнали фашистов с родной земли. И, друзья, давайте вспомним, что еще в 2006 году, то есть менее чем 20 лет назад, когда монетизировали льготы для пенсионеров, пенсионеры, например, в Санкт-Петербурге выходили и перекрывали улицы. И вот прошло менее 20 лет, и жители, промерзнув в квартирах более месяца, все, что могут сделать, это записать жалкие видеообращения, а не именно жалкие, челобитные, и развести костер, греть руки, вытянув их к костру. Я не призываю ни в коем случае выходить на какие-либо уличные акции протеста, это не имеет смысла, и это очень опасно, сейчас не 2006 год. Я об этом все время вам говорю, тем более сейчас это легко квалифицируется как организация несанкционированного мероприятия, массового мероприятия. Друзья, для того, чтобы противостоять беспределу, для того, чтобы отставить свои законные интересы и права, достаточно просто соблюдать законодательство. Я вам постоянно объясняю, в чем поборы ЖКХ незаконны. Они незаконны практически на 100%. Поэтому вам не нужно ничего нарушать, вам не нужно никуда выходить, ничего перекрывать. Вам нужно просто соблюдать российское законодательство, которое еще пока, слава богу, написано для людей. Я понимаю, что есть и репрессивные законы. Я говорю про законы в части ЖКХ. Но нет. Наши вот эти вот холопы, которые способны только на то, чтобы записать видеообращение с просьбами о помощи, теперь радуются и просят перерасчет, попросили, вернее, перерасчет за ЖКХ и радуются тому, что им пообещали этот перерасчет. Ну, может быть, им перерасчетают, но потом-то им все равно поднимут тарифы. Потому что уже сейчас Воробьев сказал, что на реконструкцию ЖКХ нужны миллиарды. Вы представляете? То есть миллиарды ежегодно платятся на ЖКХ в этих поборах, но все равно нужны миллиарды для реконструкции систем ЖКХ. То есть даже вот такие аварийные ситуации, которые влекут тяжелые последствия, а по этой ситуации в Подмосковье возбуждено уголовное дело, эти ситуации чиновники используют для своей выгоды. Я напомню, если кто-то забыл ситуацию со свалками в Подмосковье, абсолютно такая же история. Когда начинался перепад температур с зимних на весенние, свалки начинали выбрасывать свалочный газ, от которого травились местные жители. Была громкая история со свалкой в Волоколамске, куда приезжал и пиарится Собчак перед выборами. В итоге людям, как кость собакам, бросали какие-то поездки в санаторий на лечение. Они тоже благодарили, со слезами на глаза благодарили власти за такой подарок, за такие подарки. Ну и потом выделялись миллиарды на рекультивацию свалок. И эти миллиарды просто разворовывались. А рекультивация заканчивалась тем, что в свалку вгоняли огромную трубу, которая собирала весь газ внутри свалки, концентрировала такой газ. Он выходил через трубу, и на выходе этой трубы он просто сжигался. Но это не обеспечивает сжигание свалочного газа, на самом деле. Не обеспечивает полной утилизации, полного разложения токсичных веществ. Например, диоксинов. Там очень много различных токсичных веществ, но одно из них это диоксины. Так вот для того, чтобы сжечь эти токсичные вещества в свалочном газе, нужны температуры 3-5 тысяч градусов. А при обычном сгорании таких температур, понятно, не достигается. Ну и всё. Люди бузили, им кидали какие-то ништяки, потом выделяли миллиарды на решение проблемы, миллиарды разворовывались. Дальше составлялись какие-то отчёты, что рекультивация была проведена. И сейчас будет то же самое. Почему? Потому что не Воробьёв и его вороватые окружения виноваты, а мафиозы Воробьёв. Не Путин виноват, а виноваты сами вот эти вот люди, которые не требуют к ответу вот этих чиновников, которые не требуют детализацию и не требуют отчётности по движению средств, которые оплачивают поборы ЖКХ на транзитные счета, что является нарушением прямого приказа Центробанка. Потому что перевод денежных средств на транзитные счета может быть финансированием терроризма. И это запрещено российским законодательством. Но нет, они же платят, а потом они разжигают костры, записывают видеообращение и всё. И дальше никуда не идёт. Друзья, а ЖКХ разваливается, потому что предел прочности, запас прочности, вернее, выработан полностью. Этот предел достигнут и пройдена точка невозврата. ЖКХ полностью развалено во всей стране. И страдает не только Подмосковье, страдает и, казалось бы, жирная Москва. Это последний город, где ещё остаются деньги, и где ещё из людей выбивают поборы ЖКХ, и люди более-менее платят. Вот, например, посмотрите на эту дверь, замёрзшая дверь с инем, со снегом. Это дверь, причём вторая, не первая входная дверь, а вторая входная дверь в моём подъезде, в котором я проживаю 15 лет. И впервые я наблюдаю такую картину, замёрзшая по периметру дверь. Почему она замёрзла? Почему и не и снег на двери? Потому что в подъезде понижена температура до минимальной, от дыхания идёт пар, реально в подъезде холодно, от этого холодно в квартирах, я сплю под тремя одеялами. И почему... Далее я вам рассказывала, что в течение праздничной недели постоянно выключали то горячую, то холодную воду. Завтра снова будет полное отключение воды. Я прочитала объявление на подъезде. Отключение воды с половины третьего до половины четвёртого. Для того, чтобы произвести какой-то быстрый ремонт, что-то залатать быстренько, потому что у них, видимо, настолько всё на грани, что они, опасаясь прорывов ЖКХ, просто тупо выключают, понижают отопление, напор, понижают температуру и тупо выключают горячее холодное водоснабжение. В общем, приехали. Мы приехали. И, вы знаете, эта проблема ЖКХ, она копилась много лет, и сейчас вот она вот так вот прорывается буквально. Ну, посмотрим, посмотрим, будут ли какие-то иски, потому что я, например, писала об этом, что люди должны подавать иски в суды за моральный и материальный ущерб. Моральный ущерб, причём не только моральный ущерб, я уверена, что сейчас будут повальные какие-то заболевания после такого длительного периода пребывания в холодном помещении. Это не может пройти просто так. Например, для людей с ослабленным иммунитетом, для стариков, инвалидов, для маленьких детей. Ну, маленькие дети, кстати, я думаю, здесь у них хорошо с теплорегуляцией, всё гораздо лучше, чем у взрослых, потому что маленькие дети тоже здесь не группа риска. Ну, в любом случае, пострадать может и здоровый человек от пребывания в холодной температуре. Это и медицинские счета, и материальный ущерб от прорыва батареи, и моральный ущерб, конечно, за то, что помещение было превращено в состояние, непригодное для жилья. Это должны быть коллективные иски в суд. И я уверена, что среди десятков тысяч человек, которые сейчас пострадали от этих аварий, я уверена, что есть юридически грамотные люди или люди с юридическим образованием, которые могут такие иски составить. Ну, посмотрим. Я просто, если честно, не тешу никаких иллюзий относительно нашего народа. Я вам это тоже много раз повторяла и писала. Я уже много лет занимаюсь общественной деятельностью, и я поняла, что это потеря времени вкладываться в людей, что-то им объяснять, что-то как-то им там помогать, потому что потом получаешь плевки в лицо, обвинения в том, что ты провокатор, хочешь их подставить. Я рассказывала, по-моему, ситуацию, в 2019 году я организовала народный сход, это полностью законно, организовала народный сход жителей подмосковного местечка Щелканово, это недалеко от Волоколамска, где тоже местные власти устроили свалку. Этот район в Подмосковье назывался раньше Рузской Швейцарии, раньше считался чистый, экологически чистый район с красивыми лесами, с водоемами. И у людей там уже давно, и у их родителей, кто-то в наследство получал, дачи, деревенские дома, свое хозяйство. И вот им устроили на карьерах, устроили свалку буквально на воде, местечко Щелканово. Вот я туда ездила, они меня просили помочь им, привлечь внимание прессы, как-то вытащить эту проблему в информационное пространство. Я как раз тогда занялась общественной деятельностью, ходила на различные митинги, в основном городостроительные, где москвичи протестовали против беспредельной застройки. И вот я собрала журналистов, блогеров, общественных различных активистов, привезла им туда, сама делала пиар этой акции, готовила ее в течение двух недель, собрала там 300 человек, это был именно народный исход, провела их на эту территорию, якобы заводика, который построен для отвода глаз, якобы там переработка мусора, на самом деле там просто была устроена свалка на воде. И из этих карьеров вода перебрасывалась уже отравленная, эта свалка перебрасывалась в реку Грида, которая в итоге впадала в реку Москва и доходила до Рублевского забора. То есть, в принципе, я тоже, можно сказать, страдала и страдаю сейчас от этого. Ну, конечно, существует очистка, но есть такие вещества токсичные, которые стекают из свалок, фильтрат, вы знаете, да, фильтрат. Которые невозможно очистить никакими фильтровыми. И вот поэтому, собственно, у меня был такой свой тоже интерес. В итоге, друзья, после того, как я им сделала такой пиар, они меня обвинили в том, что я провокатор. А знаете почему? Потому что Воробьев, вот этот вот Воробьев, губернатор Подмосковья, прислал своего агента, Лиля какая-то. И она вот так вот ездит по разным протестным местам и гасит все это. И она собрала вокруг себя вот этих вот жителей и рассказала им, что я провокатор, я их могу подставить. Там, конечно, присутствовала полиция, но никого даже не повинтили. Понимаете? Никого абсолютно не повинтили. То есть никаких нарушений там не было. Это был просто народный исход, который разрешен, разрешен нашим законодательством. В итоге эти жители послушали агента Воробьевы, вот эту вот женщину. И меня закидали тапками, сказали, что я их хотела подставить. После этого мне было так обидно, и после этого я себе сказала, что все, больше я никогда ничего делать не буду. Это бесполезно. Это настолько бесполезно. Это такое раболепие перед властью, от которого настолько теряешься, даже не знаешь, что сказать. Как можно было настолько лишиться чувства собственного достоинства? Да, настолько народ лишен чувства собственного достоинства, что проглатывает такие новости, как, например, заявление Пескова о том, что для реконструкции системы ЖКХ для замены прогнивших труб 10 лет недостаточно. Песков. Система ЖКХ обновляется, но за 10 лет поменять все трубы невозможно. И вы знаете, хочется спросить, задать вопрос Пескову, у него с памятью, может быть, что-то случилось. Ведь человек знает несколько иностранных языков. Он из дипломатической семьи, если я не ошибаюсь. То есть это человек с высшим образованием. И что Песков забыл, что после окончания Великой Отечественной войны страна была отстроена из руин за 10 лет. За 10 лет вся страна была отстроена. А он тут говорит про какие-то 10 лет, за которые невозможно поменять все трубы. За несколько лет был создан ядерный щит державы. А Песков нам говорит... А, кстати, какие 10 лет? 10 лет откуда он считает? Воробьев на своей должности находится 12 лет, Путин на своей должности находится 25 лет, а Советский Союз прекратил свое существование 32 года назад. Как он считает, непонятно. То есть у него проблемы не только с памятью, но еще и с математикой. Друзья, но это не Песков виноват, как я сказала, ни мафиоза Воробьев, ни Собянин, ни Путин. Виноваты люди, виноват народ, потому что они сидят, боятся и ничего не хотят делать. То есть они трусливые, ленивые. Все, что они могут, это вытянуть руки, встать на колени, поплакать и пойти тихонько там дальше сидеть. Сидеть в вымерзающей квартире. В вымерзающей квартире. Не знаю, сколько они будут сидеть в вымерзающей квартире. Хочу еще добавить, по ситуации с ЖКХ, у нас перебор тоже, знаете, с этими теориями заговора. И подписчики, некоторые считают, что это специально были созданы вот эти вот прорывы ЖКХ, нарушения отопления, разрывы труб. Это специальные диверсии. Это они специально готовят какие-то локдауны. Но я понимаю, что нужно анализировать происходящее. Друзья, но здесь это банальное воровство, разграбление и развал системы ЖКХ. Не нужно видеть теоризаторы в том, где их просто нет. Поэтому не крутите себе мозги. Это просто точка, в которой все уже начинает разваливаться. И сейчас это все заменить, к сожалению, я думаю, что просто нереально, учитывая масштаб проблемы. Как они будут это решать? Я не знаю. Я вам предлагаю просто приготовить себе какие-то вещи, которые вам помогут выжить в квартире, если вдруг будет отключено отопление, электроэнергия. И вам нужно будет продержаться какое-то время, пока вам не дадут обратно тепло в батарее, чтобы хотя бы вы не покрылись инем, как моя входная дверь на подъезде. Это держите запас воды дома обязательно. Дальше. Купите себе свечи, обычные восковые свечи, купите спички, купите газовые горелки, чтобы можно было разогреть еду. Я, например, купила печку-буржуйку и упаковку дров. Ну, это, конечно, крайний случай, я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, по крайней мере, это лучше, чем сидеть, лучше воспользоваться печкой-буржуйкой, чем сидеть в вымерзающей квартире под десятью одеялами. Друзья, я вам рекомендую сделать то же самое. А еще я вам рекомендую продолжать изучать законодательство в чате ЖКХ, почему эти поборы незаконны. Ознакомьтесь с документами, которые я предлагаю, которыми пока мы еще можем пользоваться, чтобы противостоять жилищным жуликам, ЖКХ жуликам в мировых районных судах. Пишите мне по контактам в описании. Делитесь моими роликами. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.